Доброе время суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норбл, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Продолжаем с вами проходить Control, на часах как всегда без 15-4, не знаю, имеет ли это какое-то символическое значение для данной игры, но в голове этот факт будем держать мало ли что. Уж какая-то загадка будет, еще что-то, хотя мне кажется, наверное, не будет, но вдруг мало ли что бывает, ты ли пыры по пассатижам. Мы активировали эту точку, и нам надо с тобой друга доктора до спасти, погнали. Нам с тобой его надо сопроводить к Горовицу, ну погнали. Когда стало ясно, что мы не можем изолировать измененный предмет, Горовиц приказал отступить. Мы вышли, но истина ждали. Я отвел к городу на Ситцикштур в гостинице и вернулся за ним. Вернулся, в смысле, за этим. Это было смело. Не, ну... Я медик. Это моя работа. Я медик. It's my job. Вообще, я прямо красавчик. I'm a medic, it's my job. А что он там стоит-то, я понять не могу. Мне, типа, не сюда идти. Я в толканы зря сюда пришел. Ну, скорее всего, прям не совсем зря, но нет, вроде зря. Просто думал, может, какие-то заныкали элементы, там, тыры-пыры, все вот эти дела. Ну, нет, вроде тут ничего такого нету. Мы, типа, пришли оттуда, хорошо. Так, вдруг, а куда идем-то? А, ну, идем дальше, все. Мы уже недалеко. Я буду его так озвучивать. Ой-ой-ой, пацаны. До свидухи. Ага, ага, ага. Давай, лоби. О, фига себе. В этой игре твой помощник реально наносит дамаг урон врагам. Ты где-нибудь такое видел, нет? Обычно к тебе, когда в игру какие-то спутников дают, эти спутники вообще нифига не умеют делать. Просто так. И ты должен всех, все сдать чешель. А этот реально, реально. Слушай, ама-мэдик, ты мне уже нравишься. Ты красавчик. Прикинь, он в реальности наносит урон врагам. Не эфемерно, просто стреляет как бы ее, и все это никакого урона не наносит. А он реально стреляет. Ты прикинь, реальный медик. Реальный красавчик. Я прям в восторге. Ой, пацаны. Стреляй! Хорошо. Вот эти опасные типы, просто опасные. Я, кстати, на полном записок, прошу раз много подобрал, пока их не читал. Ну, сейчас медика спасем с тобой, и прочтем, если уж совсем будет не в моготу. Нам же еще Дивана надо найти. А Диван непонятно, где зависает. Где-то зависает. Ну, вроде как бы в этом отделе. Так что сейчас мы там починим. Красноту все уберем. И вернем офису нормальное это рабочее состояние. Да? Да? Чик. Осколочное усилие. Ой, друг! Че-то их как-то тут мало, прям. Прям очень мало. Тем более, мы с ним вдвоем как бы идем. И в принципе, как бы для двоих нас, двое каких-то иисов, ну прям вообще, прямо фигня-фигня. Слушай, друг, я подумал, ты забыл себя тут вперед даже убежал, ты представляешь? Какой вообще помощник? Ты прям красавчик, слушай. Вообще великолепный. Если ничего в игре интересного не произойдет, ты пойдешь на превьюшку. Как самый лучший помощник. Да, я про тебя говорю. Ну-ка, а фото режим, подожди. Как тут? Поворот камеры, это не туда. Удерживайте. Ага, вот. Как-то вот так вот, что ли, я не знаю, такой брутальный. Так, а это что такое? Вот так вот как-то. Я хочу, чтобы она там была. Ну-ка. А что камера не может уехать? А, там пол. Она, оказывается, все понятно. Ну, блин, тебя еще фиг возьмешь. Ладно, давай. Ну-ка, вот здесь вот давайте я возьму. Во. Если вдруг ничего не случится. Так, то ты у меня будешь главным героем. Во. Во. Брутально. Как... Так, и что, как сделать-то снимок-то? Ой. А как снимок-то сделать? Ку? А, вот так. Блин, я, блин. Туплю, сижу. Во. Все. Поехали. Камон. Ну, шнур коснился на другой стороне сектора логистики. Угаравить все еще где-то там. Там шум усилился очень сильно. Значит, получается, этот тип сейчас будет... А, а, атаковать будут сейчас. Так, это мое. Манекен дополнение, хорошенько. Записульки еще есть? Нет, записулик. Так, вот та дверь открыта. Но там что-то не... Не... Нестабильное, походу. Встретить Уэльса в точке контроля. А я, типа, правильно иду. Ну, погоди. Ну-ка, дай-ка я выйду. Погоди. А там-то что такое? А, он все уже утро. Просто тут такая большая зона. Центр содержания. И что, нам, типа, здесь вообще ничего делать не надо? Странно. Ладно, не будем ломать повествование игры. Пойдем туда, куда нас... И просят. Куда ударил? Он же ждет меня. А, вот ты где. Так, и че? Пойдем. Пойдем. Пошли. Интересно, а тут реально его не... 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 Не довести до цели? Не знаю. Стоп. С ним что-то не так. Ну, его ИСы захватили. Черт. Да ну нафиг. А как они его захватили-то? У него же рук был. Гаровиц. О, боже, нет. Ты ж был раненый, друг. Фига ты какой жесткий. Фига он восполняет здоровье. На тебе. Прикрывай. Фига он здоровье восполняет только в путь. Где он там? Офигел. Слушай, друг. Офигевший просто. И у этого хп, блин, от негось. Так. Че-то погоди. Че-то как-то не получается его. Жахай. Да как ты так здоровье-то восполняешь? Да ты умер или нет? Фуф. Нужно убийца, что Уэльс в порядке. Офигевший. Так, а я уму здоровье типа в полное. Как так? Он рук, что ли, снял или че? Я сожалею о вашем друге. Спасибо. И что пришли за мной. Рук, горобица, наверное, был поврежден в зоне. Парень никогда не оставил бы себя на первое место. По крайней мере, измененный предмет якорь все еще заперт в часах. Надеюсь, там он и сгинет. А этот измененный предмет нужно изолировать от того, как он подобретет кому-то еще. Надо вернуться. Идите в сектор управления Уэльс. Им пригодится медик. Спасибо, директор. Посмотрим, что я могу там сделать. Учина, два очка способности. Миссия завершена. Вопрос времени. Враг внутри. Новая миссия. Типа, короче, его рук был. Повреждет. Хотя, мне кажется, может быть, это не рук поврежден, а стали ИС и маленько это умнее. Как-то стали обходить эту защиту. Почему бы и нет? Ну, как бы, они же тоже как-то это эволюционируют, там все дела-то поля. Так, смотри, вопрос времени. Ну, давай. Ой, сколько у меня много всего. Так, коллекционные предметы. Да, мы с тобой тут много чего не прочитали. Давай. Манекен. Последней владельцей манекена была мадама, оперная певица из Берлина. После того, как ее карьера с громким скандалом закончилась, она по неустановленным причинам переборолась в штат Мэн. Она передала с собой атрибуты из прошлой жизни, включая данный предмет. По показаниям местной жителей, за время жизни она редко покидала свой дом. После ее смерти в результате не удалось отыскать каких-либо родственников, поэтому штат организовал распродажу ее в веществом в публичном аукционе. Хотя показания различных очевидцев отличаются, все они содержат некоторые общие элементы. Большинство свидетелей видело, как многочисленные манекены выбрасываются из окон дома и падают на землю. При этом некоторые свидетели наблюдали яркое свечение. Часть из них также слышала высокотональное пение. Однако эти показания подтвердились не удалось. Многочисленные гражданские, находившиеся в доме в момент происшествия, были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Двое раздавлены насмерть. Агенты были отправлены на место после того, как во время рутинной проверки СМИ сотрудники бюро наткнулись на статью, описывающую эти события. Примет был быстро определен и доставлен в бюро. То есть это новый предмет силы манекен. Почтовый ящик. Дополнение. Происхождение. Агенты прибыли в город Джаспер Кроссинг. В Аризоне после того, как отдел связи переходил многочисленные телефонные звонки местным властям с сообщениями о застывших людях на улице. Четыре из пяти отправленных на место агентов были также парализованы сразу по прибытию. Для оценки ситуации были направлены дополнительные силы. Все известные определяющие формулы не дали положительного отклика от объекта. Для изучения расположения парализованных субъектов агенты прибегли к помощи аэрофотосъемки. В задаче был обнаружен эпицентр событий, расположенный в местном почтовом отделении. Агенты, не подтвержденные влиянию изменения предмета, очистили зону от парализованных сотрудников бюро гражданских животных, а затем приступили к изучению объекта. Агенты, на которых действовал образующий эффект, занялись вопросом населения вдали от объекта и формирования нужного информационного пуля. Вскоре объект был погружен в транспортное средство, управляемое агентами и неподтвержденным его влиянием. Вариант распределивки воздуха был сразу отброшен с единственной опасностью, которую представлял объект. По всему маршруту исследования грузовика с измененным предметом из-за резонного Нью-Йорка имели место множественных случаев временного бездвиживания гражданских лиц. А че так ехали-то беспалевно? Ну, как-то так вообще прям непонятно. Холодильник. Можете рассказать, почему покинул здание в тот день? Снежной королевы. Я выбежал, чтобы купить яиц в магазине на логу, потом оставил майка одного. Я ведь вышел всего несколько минут. Когда я уходил, он рисовал за столом. Счастливый. Здание обрушилось, когда я был в квартале от него. Я сразу побежал назад, начал разбивать завалы. Позже муниципальные работники дошли майка под холодильником. Его рисунки так и остались на холодильнике нетронутыми. Как будто и не было никаких тонн камней, падающих сверху. Как такое вообще возможно? После происшествия вы продолжили пользоваться холодильником? Почему? На нем были его рисунки. Если бы он сохранил их, значит была причина, верно? Я возвращался с работы домой и ночью напролет пялился на рисунки. Мне было совсем паршиво. Почему же вы продали холодильник, хотя рисунки сына по-прежнему оставались на нем? Эти рисунки намертво к нему прилипли или что-то вроде того. Я думал вырезать эти магниты, но потом подумал, что возможно расстаться с ними. Мне такая уж и плохая идея. Как говорят, нужно двигаться вперед. А вообще, каким боком мой холодильник относится к обрушению здания? Дальнейшее содержание не имеет отношения к объекту. Вот так холодильник. Вообще капец. Так, мультимедиа. Новые. Это мы с тобой видели, это презентация, где они, короче, просто сидят, палят друг на друга, заигрывают там, короче, все вот эти вот подглядки. А это просто вот напоминание. А, розовым, красным, да, это мы с тобой видели, все. Это знаем. Так, миссии. У вас нет контрмерсовета. Мой брат Диван. Аудитория блинников. Старая порцель. Вот, доктору можно сходить, враг в убежище, обследовать убежище. Ну, это получается вернуться туда и доследить этот враг внутри. То есть уже с часами с этими решить вопрос. Зона соприкосновения. Ну, это не обратно, получается, надо туда сбегать. Ну, пойдем. Так, ну, это же не через этого. Не через, как он называется, отель же мне бежать. Получается, будем здесь сейчас изучать комнаты, зачищать зоны. Я думаю, что сегодня нам работы с тобой хватит. Пока это Андерхилл пускай со своей плесенью работает, она ей там хватит, как бы, делов. Она вся такая пафосная, все дела тополя, как бы, ей хватит работы. А нам с тобой... Ой, тут сколько вопросов. Слушай, тут прямо много нам можно чем заняться. Это прям целый сектор. Да, слушай. Прям оттуда мы с тобой пришли тогда, зачистили зону, а туда даже никуда с тобой и не ходили особо. Поэтому пойдем что-то изучать, что-то смотреть, открывать новое. Погнали. Доктор, спасли ужасы. О-о-о-о, блин, что пугаете-то? Пугают, капец, блин. Да, свидульки. О-о-о. Сколько их тут? Еще кто-то где-то. Ага, бежит. Нет, не... Предметы, конечно, это стрелять намного эффективнее, чем из пистолета. Ой, троих прямо красиво. Тайди от меня. Готов. Хе-хе-хе-хе. Вниз погнали. Нифига мы им тут здание все разрушили. Даже ни одного дамага с тобой не получили, прикинь. А заваруха была такая... Серьезная. Ну их прям много было. Фуф. Энтропическое эхо. Так, ага. Шелтер. Давай-ка. Я так понимаю, вот этих зонах можно прятаться. Если прям сильная заваруха какая-то, можно прямо прятаться в них. Но мы с тобой так ни разу этого и не делали. Так, это болтается, висит все прекрасно. Нормально так снесли по офису, там нормально. И пошли дальше. Картины повредили, ну капец. Транзитный коридор, тап. Так, это транзитный коридор, это получается мне в другую локацию перейти, да? А, мы тут, кстати, и бежали с тобой, с этим нашим пареньком-друганом. Понято. Ну, в принципе... Ну, я не знаю. В принципе, мы и так, и так, наверное, пройдем. Хотя нет, там какая-то поворотная платформа. Пойдем туда же, ну. Там я подозреваю, что мы в другие с тобой дебри уйдем. А нас, как бы, сюжет все равно так или иначе туда вернет. Поэтому не буду я... Тут же, как бы, не прям RPG-RPG. Все равно тут, как бы, линейность некая сюжета присутствует. Хотя, как бы, вряд ли. Ой, блин, тень такая, я аж испугался. Ну, тут как-то это страшно выглядит. Жутковато. Прямо жутко. Так, кто где появился? Слышу, что-то где-то. Рычит, кричит. Опа-опа-опа, что такое? А-а-а-а, это снова эта тень страшная. Которая меня тогда убила. А как с ней бороться-то, погоди. Я тогда прямо с ней жутко, ну, не мог справиться. Она появляется прямо перед тобой и стреляет в тебя. Как вот с ней бороться? Не попал. Ну, там прям надо ее, это... Вылавливать как-то. Где она? А как выйти-то отсюда? А я не знаю, как подожди. А, туда как-то пройти надо. А вот выход. Все, я пошел. Там просто... Я не хочу с ней бороться. Так, записывка. Да дай пройду. Че, не как, что ли? Ну-ка, табуретка, если. Во. Работа, че, детали для самолета. Опа, еще и этот. Так, а че за детали для самолета? Ладно, мистер Первый Пес. Что вы думаете об этом? Об этом самолете, который мы доставили? Типа, как настоящий правильный самолет? Угадайте, кого они заставляли внести в котову каждый отдельный примет этого самолета для проверки на подозрения в измененном статусе? Мне пришлось пересчитать каждый болт, гайку и какие-то куски металла. Это всего лишь по внешней стороне. Что бы ее? Знаете ли вы, сколько оборудования требуется для того, чтобы сделать самолет? А я вот знаю. Я знаю, черт возьми, но это боль какого-то работника. Ну, извиняй. Сам в бюро пришел работать. Так, мы с тобой идем, да, мы с тобой идем, фактически, да. Зал, зона соприкосновения открыли с тобой. И там, кстати, еще что-то, погоди. По миссиям что-то новое добавилось? Или нет? Да, нет. А почему-то горело. Так, ну все, получается, мы с тобой почти тут. Какой-то якорь нам с тобой надо найти. Так, это туалеты. Да, в них ничего нет. Значит, нам сюда. Фига, как она часы эти распихивает, только в путь. Буль-буль-буль-буль-бульк. Я готов, выходи, подлюка. Ой! Так, ну предмет силы-то я, кстати, пока тут и не находил. Мы как-то так пробежали. А где сам предмет силы, непонятно. Так, тут все заварено. Хм. Опа. Отдача осколков, энтропическое эхо. Хорошо. Хэй! Так, вот какая-то новая пришли. А, это туалеты опять? Слушай, они так все едят, туалеты любят. Так, сохранение. Какие-то темные, страшные туалеты. Так, и все, что ли? И ради этого я сюда шел. Опа. Ой, пацаны, появились. До свидания. Так, его кто-то, по-моему, лечит, нет? Да, по-моему, эта штука его вылечивает. Сюда идем. Ай! Да, блин. На тебе. Ой, хорошично как. Че-то летает, что, друг? Кулер, поменяй, идея. Так, вот это кто там за хрен за такой. Блин. Не дострелял его. Куда ты удрал-то? Алло. Уйти крикунные. Это убежище, который показал Уэльс. Туз изменил на предмет внутри. Это убежище, хорошо. Где? На тебе. Ай. Летают они еще, представляешь? Так, мы с тобой это. Ну-ка, откройся. А, это обычный тип. До свидульки. Так, не понял. Отлично. Больше часов. А, так, мне типа сюда и надо. Погоди, надо там зачистить как бы зону. Вот, ну мало ли, что там произойдет. Учетная запись, открытая зона, хорошо. Там просто типы эти бегают, надо это. Вот тут. С поврежденным кабелем. Эй, друг, где ты там? Ну, ё-моё. Будет три часа теперь там, выходить оттуда. Так, это куда-то не сюда. Ой, друг. Прикольно, кстати. Огнетушитель можно подбивать. Так, ну все, да, здесь мы с тобой пробегали, все. Так, это я пособираю. Ну, кстати, даже с верхних этажей берет эти... Как они называются-то? Здоровье. Все, поехали. Так, энергию копи. Мы потому что не знаем, с чем столкнемся и с чем будем иметь дело. Ой-ё-ёй. Надо летать. Ну, ёшки-матрёшки. Кто бы мог догадаться, да? Ну, почему с первого раза это не получилось, а? Я же все сделал правильно. Ты же видел. Отдохнул, запрыгнул. Сейчас я появлюсь. Опять какой-то задница. Ну, конечно. И тут все починили уже. Ну, ё-моё, там еще опять с ними драться, а? Ну, полюбас уже. Хотя, по идее, должно было сохраниться, я все-таки... Так, где этот туалет, в который мы ушли? Вон там это было. А вот это было внизу. Надеюсь, никого уже не будет. Так, ну тут же нельзя никак по-другому уйти, да? По идее, все, прыгай и лети. Да, вон он, кстати, примет силы. Ну, давай. Так, разбегаемся, прыгаем, да, и начинаем. Во! А что с первого раза-то так? Нельзя было сделать. А это контура... Камезу, пройти! Это якорь. Ну, сейчас мы с тобой пройдем. Наверное, что-то сейчас построится. Так, тихо. Что-то издеваешься, что ли? Даже, ну... Не, ну это самоубийство. Там еще и вот этот контейнер. Офигеть! Так, ну это явно какая-то либо загадка, либо чё. Фу. И как мне туда забраться? Зона соприкосновения появляется в проявившемся в секторе содержания посреди отдела. Одновременно множество появилось в районе, ранее убивая многих. После завершения спасательной операции, на поиски эпицентра зоны соприкосновения были отправлены рейнджеры. Одно лишь количество сделало экспедицию невозможной. Зона была закрыта после того, как оказалось, что убрать часы является невыполнимой задачей. Отдел перевели, а зона была покинута. Исследователи предполагают, что зона соприкосновения вводит нестабильную материю в наши изменения, которая принимает форму, как приведение в более устойчивый мир. Понятно. И чё, и как это делается? Так, ну давай астральные конструкторы посмотрим. Чё могу сделать? Сконструировать заряд, улучшить кумулятив, улучшить осколки не могу, улучшить вращение не могу. Хватку, к сожалению, тоже улучшить не могу. А чё за заряд? Какой-то новый, видимо, пистолет. Ну чё-то пока, я не знаю, я могу это, с этим, кумулятив улучшить. Не могу заряд новый построить. Какой-то новый, ну давай построим. Заряд. Хорошо. Сик, крытый мод оружия обычный. Всякие какие-то могу поделать. Ну, как бы это всё не... Не могу... Чё сделать? Могу ещё улучшить, да? Нет, уже не могу. Так, ну ладно. Способности. Так, у меня три их. Метайте лёгких врагов при низком уровне и их здоровье. Лёгкие враги тоже, их тоже можно пихать. Ну давай разблокирую, а чё? Хорошо. Так. Ну и оружие. Давай мы сделаем. Формы оружия, моды оружия. Осколки. Вращение. Заряд. Заряд содержит до трёх взрывчатых снарядов, которые могут поразить фрагов, попавших в радиусе удара. А-а-а. И чё это? Ну что, какой-то мод поставить. Скорость перезарядки. Темп огня. Да у меня и нету такого ничего. Здесь это всё можно деконструировать. Давай вот эти все я поддеконструирую, потому что они нафиг не сдались мне тут. Вот эти второго уровня особенного всякие. Это для заряда. Ну пускай. Эффективная скорость перезарядки пускай будет. Пускай будет. Так, чё тут ещё есть? Мне получится точность, как я поставил с самого начала, так он и стоит у меня. Ну давай это тоже всё деконструирую, деконструирую. Энергия за попадание в голову в плюс 26. Исключение для осколков. Отдача минус 30. О, кстати, вот этот можно поставить, он крутой. Ну-ка, где у меня осколки? Во. То есть вот этот ещё круче. Да. Давай его поставим. Во. Пятого уровня. Нифига себе. Так, вот это я деконструирую. Деконструирую. Ну и всё, наверное. Это пока оставлю. Прикольно, то есть у меня осколки прямо это давай. Снаряжено, снаряжено всё. Отлично. Как туда-то попасть, друзья? Видимо, я думаю, что, наверное, мне сюда ещё рано идти, наверное. Да потому что лететь туда, я думаю, это самоубийство, 100%. Если я с того-то не смог прилететь, ну это бред. Там, конечно, ещё ящики стоят. Может быть, как-то я потом смогу попасть. Ладно. Ну, я думаю, что это бред туда лететь, я думаю, это бред. Ну давай сюда в отдел логистики сходим, там по новым точкам прогуляемся. Может быть, там как-то по-другому выход сможем найти. Ну, просто туда лететь, ну я даже пробовать не буду. Мне кажется, это прямо глупость, прямо глупость. Давай пока тут походим. Тем более, что тут есть куда идти нам с тобой. Есть что изучать. Погнали. Может быть, там как-то сможем и с иисами подраться, и какой-нибудь там путь. Служба безопасности хорошечная. А чё тут так мокро, что ли? Точно вода. Так, плесень какая-то очередная. Медицинское крыло. Давай. Медицинское крыло, бамс. Ой, пацанята. Ты жёсткий-то. На, тебе. Ух ты, дружба, Неота. Ну-ка, давай-ка попробуем сейчас это сделать, как оно. Чё там у нас, заряд? Давай. Как он работает, пока не понял. Чё-то там вроде взрывается. Нормально так разносит. Вроде как. Да ты убьёшь того-то. Один бегает там. Засранец. На. Готово. Не, всё равно, кроме старого доброго пистолета, ничего лучше, по-моему, нет. Так, это медицинский отдел у нас. Шелдер, давай. Так, смотри-ка, закрытые двери появились. Да ну, таких не видели с тобой. А нет, закрытые двери появились. Блин, грибы эти. Всё. Не работает. Тут эти плесенью всё покрыто. Может быть, типа, я не смогу это всё обследовать, пока это мне доктор Андерхилл не даст плесени. Ё-моё, эти опять тут кусачьи хрены. О. Нифига себе накопил как. Прикольно. Оказывается, можно было накопить. Фигаси. Не, ну вот так вот на, из скрытого соображения. Закрыли, гады! О, ещё их. Метнул так. Нормально. Сколько этих зомбарей-то тут офигеть. Крупные цели. Какая-то новая задача. Но это получается здесь. Для активации. Держивайте для активации. Ещё идёт. Фигеть, они жирные. Так, ну-ка, миссии. Перейти в плевматику. Ой, так где вообще? Подожди, плевматика. Он даже... Он даже не на этом этаже. Так, всё, я понабрал, всё. Ёшки-матрёшки, сколько их... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это опасный тип. Всё, готов. Вот это самый опасный тип-тип-тип-тип-тип-тип-типан. Так, душ. Душевые кабиночки. Все дела. Я в таком душе не хочу купаться. буль-буль-буль-буль-буль так служба безопасности это мы с тобой про прошли насквозь до персонал мод усиление щита кстати вот это прикольно не оправдаем редко пользуюсь этим счетом на самом деле так это мы с тобой где на этом свою по кругу обижали это крыло и вышли здесь понито это записка что-то мне кажется что здесь будет заваруха большая не сулит не это открытая местность ничего доброго получается я сверху где-то вышел да да и получается там это бежал в мини медицинском крыле короче я все бегал так это чувак зато сегодня всяких материалов модов по набрал просто великолепное множество так тут мне ничего нету сохранение везде проходит у по а это комната этого что ли как называется это там отель опять так тип какой-то валяется так а здесь еще закрыта я либо здесь пока без миссии хожу либо еще что-то глобус порядок действий хорошо да вот так мы брата своего ищу а когда куда-то ищу да это куда в новый зал погоди давай сюда скажу и 6 так беру называет дивана его камера открыта если добрались до него у тебя с ним и его защитить а это я получается по основу квесту еду да это получается где-то у меня кост это миссия то вот найти дивана джесси отправляется в сектор содержание чтобы найти паноптику который содержит дивана паноптику а в принципе да я как бы шоу же типа якоря паноптику это туда понито понито то есть я сам того не знаю в принципе фактически дошел до добраться ну погнали в принципе а чё делать все эти андерхивы они подождут ой это понито да ладно вот это вот эта морда была не неожиданно так это естественно закрыто так смотрим что у нас открыт что закрыто все закрыто все закрыто все закрыто это я проверяю чтобы знать какая была диспозиция в начале теперь щелкаем ты-то инстаграме открылась что у нас тут удачи углу все вверх ногами понятно так все могу взаимодействовать время также без 15 4 картина перевернутая чем двигать могу нет так как это странная загадка а чё это должен сделать либо я запомнить как чё лежит типа перевернута кровать хорошо допустим дальше дергаю пенькс так тут уже все стоит состоит вроде на своих местах все его тополя все хорошо так что я должен был получить непонятно ну ладно допустим дальше пенькс а картину перевернуть но это легкая задачка если тут получается все перевернуть то что было не перевернуто и все что ли а чё так легко то алё там ключи мне давайте укаешь серьезно ну чё то как то вот не серьезно в этот раз в отеле они конечно прямо не серьезно погнали может кстати как раз таки и якорь как то сможем починить сделать это все и и будет там счастье миссия обновлена найти дивана прошло много времени с тех пор как мы видели сделано я думала о нем каким человеком вырос валя его жизнь такую тяжелую как моя на твоя точка возможно здесь ему было еще труднее кстати вот вот я кстати ты уже говорил про это еще расскажу проблема этой игры что они абсолютно не раскрывают главного героя неважно героиня героя ты как игрок к нему не привязываешься то есть ты абсолютно ничего не знаешь они то есть игра в целом сделано хорошо но ты же игрок ты же как-то должен проникнуться к своему главному герою кто он такой что он такой почему такой и по ходу развития сюжета как-то должен его раскрывать здесь же да круто сделано там ситуация с бюро с предметами всякими паранормальными и прочими делами но про тебя там и барышня вообще ничего не знаем она ты она как амеба она не вызывает никаких чувств и вот если грубо говоря очень много современных игр где потом на главных героинь на героев делают косплей всякие там в там в эту в массовую геймерскую культуру попадает там везде фотографии все эту героиня никогда не встречал но собственно говоря поэтому ты и вич не потому что она такая вот в куртке в кожаной и без выпуклости в пуклости потому что за ней за ней вот на данный момент ничего не стоит за ней вот я ничего она как бы забывается сразу даже грубо говоря эти всякие клэр из резидента и волой то там всяких капсплеев много и всего прочего что за ними все равно какая-то есть история а тут как бы безымянный просто персонаж даже дарлинг здесь это больше вызывает эмоций просто про дарлинга мы уже как бы понимаем что он как бы доктор официально но там тоже с приблудами со всякими чикипуками пуки чиками а тут как бы вообще ничего непонятно точнее как бы тут пройдет вообще ничего не сказано ну ищет дивана и чё да здорово друг ты кто такой ты диван о пресс я могу как-то получать я же си новый директор а мне нужно найти внутри новый директор ну это хорошо я фредерик лэнгсон руководитель паноптиком сейчас не лучшее время для экскурсии здесь вовсюду и сын многие камеры оказались открыты то тут там просто сборят системы новый директор так что добро пожаловать паноптиком был основан захарием тренчем и является всех современным хранилищем измененных предметов и предметов силы и умеет это время говорят здесь одежда дилан фейден можете его найти фейден конечно дарлинг хотел чтобы вы держали надежной охраной и подальше от людей он в одной из камер с усиленной охраной у нас проблема требующая бездолгательных решений а мадам один из предметов силы высвободился и разносит это место телевизор беников это нечто сальвадор взял с собой команду чтобы разобраться с этим но прошло много часов одних не таких вестей он относится к пятой категории при этом силы если мы вскоре не изолируем его он разнесет паноптиком на части а нам ни к чему чтобы все измененные предметы вышли под контроля я серьезно где он внутри ладно открывайте лэнгсон я справлюсь но если вы настаиваете обычно я говорю тем кто посещает нас впервые чтобы ничего не трогали но ладно прошу вас все-таки директор я открою и пожалуйста зовите меня фред ну как скажешь фред спасибо лэнгстон фред он же сказал тебе фред его зови почти примет силы тени телевизор ну что нарушение изоляции если плохо влияет на мою коллекцию кстати с ним наверно потрещать можно обо всем он же умный чувак телевизор в коробке никакой спешки или еще постоянно проблема ладно давай пока пройдем уж там сохранимся потом с ним потом с ним потрячим хотя мне кажется с ним будет интересно поговорить дядька вроде ум на оптику где он рядом например силы может разрушить это место долго я найду его по ноптику так чё у нас по времени с тобой заканчивать пора в принципе давай тогда это давай тогда потрячим и сохранимся давай 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 так чё скажешь о себе как вы позабочили эту работу я начал с должности младшего агента потому что мой дядя оттуда меня перевернулся должность пока ничего случая не оставив сектор содержания сильно неудок любитого персонала почему меня перевели в управление что говорит что друг затем по 8 часов в день и постоянно стойки до причем 10 лет и воля руководитель покруче трудяка работяка еще выбрала ствол или ствол выбрал меня но увидишь да и жизнь и справедливо кто-то вот просто ствол всех выбрал а чувак просто вот реально человек делаю работу всю жизнь ну и на своем месте знает то о чем говорит досконально уважаем таки в эти сотрудничали с директором проводил больше всего времени стартинга внутренним кругом не то чтобы начиная на при своей любимчики он периодически заходим сюда чтобы хворо смотреться и покурить курение беру за причину ну да ну только не для тренча тем не менее именно он добился финансирования паноптикума у него действительно было видение ну ладно в чем разница между предметными силами измененными предметами думать они как о штормах предметы силы подобно тропическим циклоном или ураганом для необразованных они огромны редки и страшны конечно же директоры способны объединять предметы силы становиться центром урагана измененные предметы больше похожи на странные грозовые ливни некоторые могут проливать лягушек другие кукурузы но все что да то проливают таким образом и завлияет на все на это они изменяют их делаю агрессивными теперь они все проливают ну не знаю ножи ливень ножей отличная метафора так работа в бюро так а ритуал каким образом вы контролируете изменение предметы это зависит от предметов у каждого свои потребности ритуальные прикосновения важны пить им три раза щелкнуть выключателем что-то в этом роде это не суеверие если он работает ну понятно вам нравится работать фбк конечно я имею ввиду да драм здесь хватает тут больше льгот чем почтовой службе я проверял медицина здесь лучше это не означает то что мне не нравится моя работа я здесь уже более 15 лет никто не знает коллекцию капоноктик мы лучше чем я я некотором вроде близок с ними не могу сказать что жуткая здесь или нормально не ну мне тядька понравился красавчик учу работяга работает любит свою работу конечно все знают уже сросся здесь конечно и он себя в ней это работа даже и не представляет конечно так захватываем буду еще да дальше нас с тобой предстоит еще много много и много всего ванника ребятки давайте на этом на сегодня наше приключение закончим подписывайтесь комментируйте ставьте лайки мне это очень очень не хватает с вами был чердак норму будьте здоровы все пока пока